100 рублей. Привет! Почему ты говоришь, что суицид ничего не решит? Это в тебе просыпается эмпатия, и ты просто считаешь, что это правильные слова, или маска о лицемерии твича настолько впиталась в твою сущность, что ты выдаешь такие перлы? Или, может, ты веришь в загробную жизнь? Ибо суицид решит абсолютно все. Нет, суицид ничего не решает. Я уже приводил аргументацию, почему суицид не предпочтителем. Почему? То есть, во-первых, во-первых, значит, если ты принимаешь решение принять суицид, это говорит о том, что решение принять суицид для тебя ценнее, чем решение не принять суицид. Допустим. Иными словами, это одно решение для тебя имеет ценность. Ну, проблема заключается в том, что мы уже про ценности говорим, а ценности какие угодно может быть. Может быть, наоборот, все у меня потеряло ценность, и вообще похуй становится. Ну ладно, допустим, мне уже первый аргумент, мне уже первый заход не нравится. Мне уже первый заход не нравится. Ну ладно, допустим, что дальше? Тут можно поспорить. Поехали. То есть, для тебя имеет ценность возможность выбрать, покончить жизнь самоубийством или нет. Но проблема в том, что в мертвом состоянии ты никаких решений принимать не можешь, включая и это. Иными словами, это одно решение для тебя имеет ценность. То есть, для тебя имеет ценность возможность выбрать, покончить жизнь самоубийством или нет. Но проблема в том, что в мертвом состоянии ты никаких решений принимать не можешь, включая и это. Поэтому... Блядь, мне кажется, маргинал только что еще и смерть отменил, блядь. Что, блядь? А, блядь, что он сказал? Да, пиздец просто. И? Твоя позиция, она чисто нравственно противоречива. Что нахуй? Надо еще раз повторить. Тихо. Иными словами, это одно решение для тебя имеет ценность. То есть, для тебя имеет ценность, возможность выбрать, покончить жизнь самоубийством или нет. Но проблема в том, что в мертвом состоянии ты никаких решений принимать не можешь. Нет, противоречия, противоречивая эта позиция была бы только в том случае, если бы утверждалось, что я могу в мертвом состоянии вы поняли, да, принимать решение. И потом во второй посылке я не могу в мертвом состоянии принимать решение. В этом было бы противоречие, соответственно. А здесь маргинал нам, видимо, говорит о каком-то нелогическом противоречии. Возможно, это что-то из диалектики. Не исключено. Я тоже не понял, на самом деле, тейк пока что. Проблема заключается в том, что в мертвом состоянии решение, и ты принимать не можешь. Мне кажется, он смерть отменил вообще. В принципе. Смерть противоречива, ребят. Вы не можете умереть, потому что в мертвом состоянии вы не сможете принять решение. Я не знаю, включая и это. Поэтому твоя позиция, она чисто нравственно противоречива. То есть, даже вне зависимости от общества, вокруг, она просто противоречива, если мы просто берем именно твои нравственные установки, исходя из тех решений, которые ты принимаешь. То есть, если ты принял какое-то решение, значит, оно представляет из себя для тебя ценность. Иначе понятие ценности пустое. То есть, оно не имеет эмпирически верифицируемого какого-то смысла. Значит, вот. Если ты принимаешь решение покойчив с собой, значит, это решение имеет для тебя смысл. В мертвом состоянии ты этого решения или противоположного решения... Так ты принимаешь решение о том, убить себя или нет, в состоянии еще когда-то живой. Ты можешь принять это решение и умереть. Почему это нравственно противоречиво, я в принципе не понимаю, на чем это базируется. Это очень странная хуйня. Здесь нужны некоторые добавления, чтобы прояснить вообще логическую структуру. У меня есть представление, что маргинал, может быть, эту хуйню где-то вычитал и воспроизвел каратив раз в 10. Ну, просто, может быть, там реально были какие-то обоснования, чтобы мы действительно увидели, что там есть какое-то противоречие. Но то, что сказал маргинал, тут нет никакого противоречия. Просто кринж. Обратного. Принять не можешь. Значит, мертвое состояние для тебя непредпочтительно. окей, ладно, давайте сокращем. Давайте я помогу Uber маргиналу. Я проясню, в общем-то, сейчас тезисы, которые хочет маргинал сделать. Я сделаю настоящую аргументацию, чтобы вы понимали, как маргинал пытается это выкрутить. В общем, смотрите. иметь ценности хорошо. Лишиться возможности иметь ценности плохо. Дальше. Следуем дальше. Следуем дальше. Вторая посылка. Смерть лишает вас возможности выбирать, что ценно и что не ценно. Вывод. Смерть является непредпочтительной. Ну, потому что тогда вы теряете возможность делать выбор. Просто тогда нам нужна посылка немножко другая. Я абсолютно не согласен с первой посылкой, она кринжовая, но в таком случае она могла бы ну хоть как-то прозвучать. Совершаешь суицид, мертвое состояние для тебя непредпочтительно. Какого хуя? Да, нам нужна другая посылка, чтобы к этому прийти. В этом заключается проблема. Маргинал какую-то хуйню вместо посылки вначале поставил это даже не то, чтобы нелогично звучит, это звучит и тупо. Это звучит максимально тупо, но бывает. Это во-первых. Во-вторых, мало того, что мертвое состояние, оно непредпочтительно, так оно еще и необратимо. То есть, ты из мертвого состояния не можешь откатиться обратно. то есть, это как отрубание руки, обрезание, кстати, всякие такие штуки, они необратимы. Их необратимость уже является их недостатком. Потому что... Мертвое вообще необратимо. Какое бы непредпочтительное ни было состояние, если ты можешь откатить его обратно, то, в принципе, все не так уж и плохо. Но мертвое состояние, оно, во-первых, непредпочтительно. Не, я бы заметил, что аргументация маргинала не является противоречивой, она является абсурдной. Это немного разные вещи, Джин Дой. То есть, понимаете, в абсурде вы можете сказать набор разных слов, в общем, набор разных слов, которые друг другом почти никак не связаны, но противоречия там все равно не будет. Ну и связи логической тоже не будет. Маргинал логическую связь провести не смог, и в этом проблема. С другой стороны, как обычно, если все это правильно сформулировать, ну, просто получается спорное высказывание. Да, это реально просто какой-то просто реально набор слов, и я не вижу никакой здесь аргументации. Маргинал сказал, я сейчас сформулирую аргумент, и он не сформулировал аргумент, потому что нету никаких переходных, в общем-то, значений, я не вижу логики в данном, в данных высказываниях. Там какие-то логические скачки на несколько километров вперед, он не проясняет промежуточные звенья, которые нужны для того, чтобы сделать какой-то вывод из этого, чтобы это было аргументом хотя бы. Нет, нет, ничего такого, не видно. непредпочтительно, оно исходя из того, что ты покончил жизнь самоубийством. Я это продемонстрировал только что. Для тебя выбор имеет ценность, если ты выбрал покончить с собой. Для тебя выбор имеет ценность, если ты выбрал покончить с собой. Для тебя выбор имеет ценность, если ты выбрал покончить с собой. Привет, Сосу, надо, тише. Для тебя выбор имеет ценность, если ты выбрал покончить с собой. Почему? Серьезно? Что за хуйня? Как это вообще работает? Для тебя выбор имеет ценность, если ты выбрал покончить с собой. Почему выбор для меня ценность имеет? Для меня ценность там родина может быть имеет, родина мать зовет. Для меня выбор имеет вообще все, что там угодно. Огромное количество вещей для меня выбор имеют. А вы знаете, что сейчас маргинал 100% такими рассуждениями отменил? Воинский героизм полностью отменил. Воинский героизм нельзя. То есть вы после воинского героизма умираете. А состояние смерти необратимо. В таком случае вы не можете делать не только самоубийство, а также и тех действий, которые приведут вас к любому виду смерти. То есть воинский героизм и вообще любого другого рода героизм становится невозможным. То есть если вас поймали немцы в 45 году, в 44 допустим, вы должны сделать все возможное, отсосать им всем, свою жопу всем подставить, короче, быть шлюхой местной, лишь бы выжить, соответственно, все что угодно, лишь бы выжить, короче, ни в коем случае не жертвовать своей жизнью, сидеть в окопе и прятаться, и как только немцы такие хэндэхок, вы такой, опа, все сдаюсь. Приблизительно так получается, то есть приблизительно такая логика, то есть не просто самоубийство в таком случае недоступно, никакая жертва своей жизни в данном противоречивым, непротиворечивым, но мне кажется, большинству людей вот, вот, продление подобное, которое я сделал таких рассуждений, было бы невозможно, да, не понравилось бы людям вот такое положение дел. Опять же, аргументом от Гитлера, поздравляю, я все могу свести к этому. Почему ты ничего не выбирал вообще в этой ситуации? Значит, ну... Приветствую, Абсолют Ргейст. Если для тебя выбор имеет ценность, то непротиворечив... Ну, я бы заметил, что надо, что все, что он здесь говорит, это бред. пока что. То есть, одно высказывание, другое высказывание, друг с другом мало связаны, и почему-то там если, да, в общем-то, категория если, она у него используется просто каким-то рандомным образом. Я просто вот так вот развожу ручками и не понимаю, что происходит. Если ты сделал выбор, то выбор для тебя имеет ценность. Че, блять? И че вам было бы выбрать не суицид. То есть, выбирая суицид, ты выбираешь невозможность выбирать. То есть, отсутствие возможности выбирать. Это противоречие. Вот. Бля, с каких пор маргинал начал указывать не на логические противоречия, а на диалектические? Или я не знаю как. В чем, блять, противоречие, чувак? Проснись, блять, из своего догматического сна. В чем противоречие? Таким образом. То, что я выбираю неспособность выбирать? Не, ну ладно, окей, ты действительно произвел вот это вот суждение, которое как-то нам на это намекает. То есть, если это, то у тебя есть ценность, да, ценность выбора. Ты выбираешь способность не выбирать? А почему, если у меня есть ценность выбора, я не могу выбрать способность не выбирать? Даже при таком условии нет противоречия, долбоеб, блять, сука, как ты можешь это делать, сука, как ты наебываешь гоев, зачем? Зачем ты наебал этих гоев, маргинал? Оставь гоев в покое, сколько можно? Тысячи людей лайкнули, это говно. Мертвое состояние, оно мало того, что непредпочтительно для человека, который... Ну, то есть, единственное, с чем я могу согласиться, с тем, что оно непредпочтительно, оно непротиворечиво, вы можете иметь ценность annual feasting, но можете не выбрать annual feasting всегда и везде. У вас может быть ценность спасать свою родину, но вы можете не спасать свою родину каждые 5 секунд. Вы можете отказаться даже от спасения своей родины. И еще что-нибудь сделать. Здесь нет логического противоречия. Здесь нету того, что просто выпадает несовместимо в речи. Да, у меня может быть ценность выбора, я могу иметь ценность выбирать. И при этом одновременно с этим я могу выбрать не выбирать. Чисто технически, чисто логически это просто возможно. И нет никакого противоречия здесь. Конец. The end. И да, я могу делать вещи, которые противоречат моим ценностям. Вау! Более того, мы почти всегда делаем вещи, которые противоречат нашим ценностям. То есть, здесь нет никакого логического противоречия. Нихуя себе. Вау! Ладно. Что-то любят. Которые хотя бы что-то предпочитают. Со словом предпочтительно я согласен. То есть, если мы сохраняем то, что мы слышали в том виде, в каком это есть, окей, предпочтительно. Допустим. Но противоречия здесь нет. Как ни крути. Но оно еще и необратимое. Необратимое и необратимое. Правда еще вернуться. Так что это просто иррационально. Субоубийство иррационально. Хотя, конечно, рационально. Аргументация она вряд ли кого-то убедит. На самом деле здесь дело просто в том, что если ты покончил с собой, ты проебал в жизни. Соси хуй, ты лузер, блядь. Не надо покончить жизнь самоубийством. Потому что самоубийство... Вот и аргументы подлетели. Лузеры все до одного. Включая людей, которые включая даже там, я не знаю... Войну сейчас будет, да? Включая даже самые благородные с твоей точки зрения вида самоубийства. Во-первых, наличие благородной смерти как явление... Про войну, да. Про войну. Понял. Понял, понял, понял. Действительно. Учитывает он это, учитывает. Хорошо. Пусть будет так. Это такой очень большой вопрос. По-моему, умирать это в целом западло. Но если ты еще и сам на себя это дело налагаешь, то ну ты совсем как бы хуесос и петух сосед. Так, еще один 400 рублей. Деньги не платили. кринж, что, маргинал доказал, что может в кринж все еще. Не постарели, кринжева. Все нормально. Все нормально. Все еще цел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok